здравствуйте дорогие друзья сейчас я вам покажу простой очень такой тест обзор и обзоры тест одновременно как идут игрульки на большой кайфульки lenovo z2 pro так вот не устаю говорить о том что он залапывается хотя конечно так особо в глаза с еще один свет включу особо может это в глаза не бросается на самом деле залапывается ребята причем ну вот на камеру конечно может это так не видно вот этот рисунок конечно спасает положение настоящий металл такой хромированная гантель и вообще обалденно выглядит очень классно выглядит мне очень нравится насколько я терпеть не могу серый цвет этот смартфон в исполнении сильвер просто потрясающе смотрится он очень большой да он очень большой чтоб вы поняли так сейчас развернем вот так чтоб вы поняли мы сравним с тоже большими смартфонами вот пожалуйста большой samsung galaxy note 4 сейчас покажу еще один смартфон расчехли его сначала вот тоже большой 5 2 дюймовый sony z3 но это из больших смартфонов так вот лампочка блин косичало если выключаешь лампочку не видно смартфона так вот как бы ну так вы поняли в сравнении с что за нахрен там у нас ветер такой бушует сегодня нереальный ураган порывы ветра до 25 метров в секунду на самом деле по ходу и больше потому что гидрометцентр наш ростовский прибрехивает постоянно с температурой что зимой что летом всегда меньше говорит температуру или больше чем есть на самом деле так ну вот смотрите по габаритам да он выше чем но 4 и да он малюха шире чем но 4 ну совсем самую малость в принципе ну вот видите вода по глубине его сейчас секундочку так как играют блики света на гранях но то четвертого просто загляденье ну да и он и шире чем но 4 в общем побольше он чем но 4 ну сравним его вот сейчас sony z3 sony z3 оптимально большой смартфон он большой но я считаю что он оптимально большой есть больше есть меньше вот что хочу ребята сказать что стекло хреновая на sony z3 она зацарапывается dragon trail стекло он совершенно новый за 3 можно разглядеть малюсенькие царапульки потому что не супер амалетка честно говоря супер амалетка что зацарапается вообще бред полнейший часто встречаю людей меня люди узнают там на улице начинаем общаться и мне ноги люди говорят ой а вот мой горилла глаз 2 ли горилла глаз 3 или 4 не царапается зацарапается все ребята дайте мне отвертку ножик там не знаю даже монетку я вам раз царапаю так под хохлому распишу любой гориллы глаз 4 5 25 это все брехня полнейшая царапается все поцарапать можно даже титановый шарик если применить смекалку а тут даже без любой смекалки смартфоны все царапаются просто в кармане если вы их носите в общем так отвлеклись отвлеклись мы на sony z3 и на стекла потому что он стеклянный полностью но в общем что я могу сказать но вы видите сами все по сравнению sony z3 он конечно вообще такой удалой братец илья муравец такой так ну по серединке сейчас посмотрим как они а вот по глубине они и вот смотрите ребята практически с их равним и один просто более закругленную ну тоже принципе такой прямые рубленые углы линии на sony z3 но закруглены сами уголки в принципе sony z3 очень классно смотрится не потерял он своей классности после четырех пяти месяцев использования в немедленно не именно эту модель а после выхода на рынок прошло уже месяцев пять так лампочка светит это у этого смартфона сейчас не наклеена пленка сейчас вы сможете оценить его потрясающий экран экран у них действительно потрясающий ребята ну вот ладно так убираем в общем сравнили мы габариты малость но если сравнивать с еще с другими флагманами вот huawei honor 6 здесь так пленочка по дурацки наклеены две пленочки пока еще не снял транспортировочную сверху обычной пленочки вот с huawei honor 6 сравниваем леново z2 pro по габаритам вообще конечно huawei красавцы выпустили смартфон очень хороший про него потом я расскажу сниму куча всего мне также нравится как леново z2 pro но экран мне нравится больше в леново z2 pro huawei конечно тоже экран шикарный а тут так нельзя руки-то помнят после lg g2 g3 мне потому что не понравился так он очень хороший смартфон даже 3 но не понравился мне почему потому что он сильно греется в играх и в записи видео и сильно очень расходует батарею во всем остальном внешнем виде мне lg g3 очень нравится и у него еще тусклый крану lg g3 по сравнению с этими экранами lg g3 конечно курит нервно в сторонке вот эти просто потрясающие к две китайские фирмы хова или новая к ним всегда относился так поскольку постольку но есть на рынке есть и бог с ними а сейчас конечно просто вообще влюбился в эти смартфоны намного больше чем в брендовые фирмы там sony lg samsung вот эти два смартфона просто с шикарными потрясающими экранами вот этим две пленки с наклеены смотрите как четко показывает причем у обоих этих смартфонов есть две уникальные фишки которых нету ни у кого к примеру lenovo z2 pro может переключаться в чистый android чистый android как выпускает корпорация google корпорация добра а huawei хон r6 умеет переключать разрешение экрана с full hd 1920 на 1080 или 1200 на hd обычный представляете с full hd на hd вот это вообще конечно красота здесь экран full hd сейчас переключен он на хд если что спрашиваете как я вам опишу расскажу как это сделать сделать это элементарно сейчас покажу на видео чтобы не болтать подсказал мне один человек очень хороший мужичок зовут его александр то ли лихолетиев то ли михолетиев не помню короче какая-то лихая у него фамилия ну мужичок короче помешан на huawei хонаре 6 ну и молодец в принципе рассказывает все по существу посмотрел я несколько его обзоров мне в принципе все понравились единственный обзор какой-то не понравился потому что там он просто рассказывал там что-то не помню а huawei хонар лежал без дела в общем он мне подсказал что можно вот здесь просто вот выдергивая шторочку сверху и вот заставка вот эту заставку нажимаешь переключаешь ну мы сейчас не будем перезагружать и он перезагружается перезагружается в режим либо full hd либо hd если вы то на 20 процентов как обещает сама компания экономит батарейку и меньше греется вот это просто офигенно и он на самом деле меньше греть насколько он экономит я еще не засекал а то что он греется меньше просто вообще нереально он по тесту показал шикарные результаты как и galaxy note 4 где там не 0 4 и но 4 вообще не нагрелся в определенных тестах и он тоже а вот когда было разрешение full hd на нём он нагревался в этих тестах аналогичных ладно убираем его в общем по габаритам вы поняли ну и последнее с чем можно сравнить я даже из чехла не буду доставать потому что iphone чик и так очень маленький компакт некий класс не китом в чехле без чехла у припасами понимаете он еще меньше намного в общем сами все видите конечно же 6-дюймовый смартфон это дубина дубиной но и вот ради прикола прикола ради можно сказать сравним его sony за третьим компактом ну вот вообще конечно лебединая песня sony за третий компакт вот сзади как они оба выглядят конечно общем я сейчас летом решил переходить на маленькие смартфоны начал уже с весны переходить буду использовать sony за третий компакт и iphone 6 ухова их у нас что все остальные будут пока лежит без дела ну можно буду пользоваться вот этот леново за два пропуска потрясающий смартфон давайте прям по игрулькам тогда что ты по игрулькам вам покажу немножко асфальт 8 давайте включим интернет 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 за я ты тут до записываю до поставь сделать лимончиком за все же дома были но только что были все дома все три спрятался где-то дорогие друзья занять меня трекли барсика не могут найти видите ли так ну шикарно смотрится шикарно просто посмотрите как классно все выглядит вообще обтекаемо объем на все потрясающе картинка смотрится создавайте то даже с это даже не на максимум стоит а нет на максимум час сори давайте поехали погнали чтоб поиграть не знаю давайте вот эту здесь я уже так и чё можете обратить внимание сейчас он стоит в экономичном режиме 87 процентов батарейки посмотрим сейчас 11 минута видео еще 15 минут мы потестим она даже меньше посмотрим насколько присадит батарейка но батарейку он держит шикарно два дня при сильной нагрузке если вы там не закоренелый геймер который играет без перерыва на мобильниках по 5 по 6 по 7 по 8 часов а некоторые по 10 и по 12 с день играют ребята то вам этого смартфона будет хватать легко на несколько дней мы сейчас пытаюсь смотреть через камеру конечно непривычно вообще играющая смотря через камеру чтобы смартфон держать ровно как видите пойми появились всякие наклейки винил и разукраски машины в асфальте восьмом графика потрясающе выглядит совсем постараюсь вот это вообще жалко бы мы это не видели я думал все меня уничтожили вот сейчас приближу машину потрясающе выглядит намного лучше чем на ноте четвертом потому что поднос четвертым под его видео ускоритель мали т760 еще видать не адаптирован так хорошо асфальт восьмой как уже подпроверенный процессор снабдрагон 801 ac четырех ядерный 2 и 5 г герца частота ядра а есть просто 801 без ac надписи тогда тот 2 и 3 г герца частота ядра процессор уже старенький может целый год но он шикарно адаптирован для игр все игры тянет на ура единственное что система охлаждения процессора здесь не самая идеальная теплоотводы нагревают корпус на корпус металлический здесь оно и понятно он и будет нагреваться тепло передается намного лучше задняя крышка у галаксината то пластмассовая а здесь металл процессор по 28 нанометровой технологии в общем греется посильнее расходит батарейку посильнее чем у ноте четвертом где по 20 нанометровой технологии сделан процессор но 4 вообще практически не греется но хотя и на на процесс это вообще не показатель никакой потому что блин дурацкая камера отражает сейчас попробую выключить сами отражается камера блин по-моему еще хуже стало не знаю как так сделать так чтоб камера не отражалась потому что я жгу это не показатель нанометры эти совершенно потому что samsung galaxy s6 и 6 h сделано на 16 нанометровом техпроцессор и при этом они греются намного сильнее чем но 4 надо знала стена на метровом техпроцессор вот такая вот фигня это не показатель но тем не менее дебильный котенок там орет жрать хочет хоп вроде настроила нормально лампы да опять камера отражается вот забадала экран просто шикарнейший то есть близко какого хрена отображается лампа ничего не могу поднимать в общем на асфальте восьмом никаких проблем нету закачиваем тестить асфальт 8 переходим другим игрулькам асфальт восьмой идет шикарно на всех на всех смартфонах конечно да и все современные игры на флагманах а это флагман на компании леново идут шикарно хоть в 3 хоть в монте карло так давайте посмотрим на overkill дурацкая игра ну ладно давайте посмотрим быстренько пробежимся здесь игру меня мало потому что играю на многих других смартфонах просите ребята у меня часто сделать обзор какие есть программы на моем смартфоне из-за того что у меня смартфонов целая плеяда понимаете ну как я могу сделать такую конкретно такую обзор а потому что на разных смартфонах у меня разные приложения есть приложения которые дублируются есть на всех смартфонах там допустим тугис ран статик есть проводник и т.д. и т.п. но этих программ слишком мало на обзорах растягивать там сопля жевать не хватит поэтому если не делать такой обзор как идут игры на моем смартфоне мне придется блин этот обзор делать раз десять подряд на разных смартфонах потому что вот к примеру на этом у меня одни приложения на айфоне шестом другие приложения на sony с датем компакте еще одни приложения и т.д. и т.п. и там вот перечень этих смартфонов чуть ли не бесконечен поэтому перечень приложений тоже просто колоссален конечно же ну я все-таки запишу обязательно конечно такой тест что есть на моих смартфонах не на моем смартфоне на моих смартфонах какие приложения программы какие игры какой у меня вот необходимые программы must have которые я все время в общем пользуюсь которыми все время вместе на нужны так чуть чуть так долго попугай себя приходит и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну запустилась наконец-таки Игрулька, честно говоря, что-то я протупил, думал камера стоит на паузе Да ладно Отошел тут руками, ногами помахал Поразминался, думал пауза стоит включена Ладно, переснимать ничего не буду, у нас все по-честному Так, делаем громче Здесь потрясающий динамик, смотрите какой громкий Громче и четче, не просто громче, а четче динамика я не слышал Он, по-моему, переплевывает даже HTC One M8 Сейчас буду смотреть через камеру Через камеру неудобно смотреть Сейчас тише сделаю Супер сочный звук, супер Помимо того, что он там нереально громкий Он офигительно не захлебывается Есть низкие частоты Игрушка, в принципе, конечно, простецкая Из жанра Сар Тир Но, поиграть в нее можно Напоминает Frontline Команда 2 Робокоп И куча-куча всякой херобуры Трехкопеечной Это вам, конечно, не Диабло 3 Но все равно игрушка прикольная Можно пострелять Пошмунять Палку покидать Так, слушайте Ну что там, блин, эти гомосеки А звери на нахавались Так, ты, вонючка, стоять Вот если фигню подстреливаете Она там всех радиаций типа убивает Слушайте, ну это война когда-нибудь закончится В общем, игрушки все идут шикарно Был какой-то глюк Пришлось перезапустить Хуизнэкст Прям как хули регле сейчас Вот я о чем говорю Так, давайте лампой пустим Забодали мне-мне Светить тут Короче, зарабатываешь бобосы Прокачиваешь своего персонажа Пушки, шмотки, шапки ему новые Покупаешь модные В общем, на таком дисплее Играть, конечно, просто супер классно Ребята, вот особенно в зимние Осенние вечера Да, или дни Играть одно удовольствие Так, был он 87% Когда мы начинали То есть, две игры мы потестировали Минут на 7-8 я еще отходил Получается сейчас 21 минута 29 Ну, 30 минут, короче Игрулька висела И асфальт 8-й И оверкил 3-й Вот за полчаса сожралось 7% батареи Получается за час 14% батареи Ну, это шикарный результат Шикарный Получается за 3 часа 45-50% батареи сожрется Это со включенным Вайфаем Без включенного вайфая Ну, получается 6 часов Активного экрана в играх Какой смартфон может еще Похвастаться Энергоемкими играми 6,5-6,20 Активного экрана Просто никакой Раньше был долгожитель В конце 13-го года Выходил смартфон LG G2 Потрясающий был долгожитель Был хороший долгожитель Samsung Galaxy Note 3 Note 4 не держит так долго батарею Как Note 3 Этот, конечно же, держит больше Процентов на 15-20 Дольше батарею, чем В игруликах Чем Note 4 По нагреву Нагрев, видите, 36 градусов Показывает температурный виджет Antutu Но этот виджет Не всегда правильно работает Я бы сказал, вообще никогда Неправильно работает Очень редко В редких случаях По нагреву Ну, я под себя дал Ну, где-то 38 38-39 Градусов Цельсию По Цельсию Ну, в общем Не нагрелся он особо Бывает вот в игрульках В некоторых И во время закачки Какого-нибудь фильма Через там Плейфильмы Или какого-нибудь файла Или еще чего-нибудь Когда вы качаете И играете Вот тогда он греется Как зверь 50, 51, 52 градуса Но сильнее его Греется Samsung Galaxy S4 Который вообще Как ненормальный До 65 градусов Нагрелся у меня В игрушке XCOM Enemy on Know Пошаговые классные игрушки Пришедшие к нам С компьютер На мир iOS и Android На Android Ее можно бесплатно закачать На сайте Aker A500 Acer A500 A500 Не Aker А то я так сказал В общем И еще Meizu MX3 Meizu MX2 Грелец тоже До 65 градусов Это было просто Охренеть Ну вот один человек Написал Что у него Lenovo за 2 Нагревается До 70 градусов Я ему в принципе И верю Потому что Возможно все В нашем мире Возможно все Нет здесь ничего Такого необычного Так сейчас у нас Будет Следующее Еще два видео Как идут игрушки На Lenovo Z2 Pro Не переключайтесь Будет интересно Вот эти игрульки Мы с вами посмотрим В прямом эфире Все до новых встреч Дорогие друзья Всем всего хорошего Пока Пока